Привет всем моим подписчикам и друзьям! Сегодня мы отправляемся на курорт, который называется Солнечный берег. Один из моих подписчиков очень просил снять фильм об этом курорте. Сейчас температура воздуха у нас 15 градусов и время 11.50. И сейчас посмотрим сколько займёт у нас дорога, какая разница в температурах между Солнечным берегом и Золотыми песками. Мы продолжаем наше движение в сторону Солнечного берега. И сейчас мы приближаемся к одному из самых лучших, на мой взгляд, пляжей, которые находятся недалеко от Варны. Это пляж Шкарпеловицы. Вообще эта дорога идёт вдоль моря. Сюда как бы море не видно, но населённые пункты здесь расположены, они все обладают хорошими пляжами. И во всех буквально населённых пунктах есть места для отдыха. Есть дома, которые сдают местные жители, есть всякие кемпинги, есть гестхаусы, отели. Их может быть не так много, уровень их не так высок, но если вы ищите место для отдыха, буквально вдоль всей этой дороги можно найти место для отдыха. Мы сейчас продолжаем движение в сторону Буркаса. И здесь вот у нас сейчас поворот на Шкарпеловице. Но мы туда ездим часто на пляж. Это место очень красивое. Вдоль всего пляжа расположены отели или туристические какие-то комплексы или бунгало. Поэтому тут можно тоже очень дёшево остановиться. Если вас не интересует тусовка и вы больше интересуетесь морем, на это место можно вам рассмотреть для своего отдыха. И на протяжении дороги мы будем вам показывать те места, где можно отдохнуть. Если будет интересно, мы можем сделать более подробный обзор каждого места. А сейчас мы начнём с самого известного, раскрученного курорта. Это курорт Солнечный берег. Сынчев-Брянк. Называется по-болгарски. Я вам расскажу историю, как мы познакомились с этим курортом. Ну а пока будем ехать и осматривать окрестности. Итак, мы продолжаем наше движение по дороге. Эта дорога летом очень загружена. Так как она идёт вдоль моря, здесь очень много проезжает туристов, проезжает много местных жителей. И также назначение этой дороги она ведёт в аэропорт Бургас. То есть она соединяет две морских столицы, Варну и Бургас. Сделана здесь ещё одна полоса для обгона. Ну в общем, когда дорога поднимается, то две полосы даются тому, кто поднимается. А потом наоборот. Вот нам сейчас, видите, уже эта полоса... Полоса кончилась. Полоса кончилась. Уже есть построены новые участки дороги, где по две полосы хотя бы, в каждую сторону. Ну вот мы сейчас на старом участке дороги. И здесь, да, только одна полоса в одну сторону, а одна в другую. Мы приехали в населённый пункт Биала. Здесь население 2000 человек. Если повернуть налево, можно уехать и увидеть море. Здесь тоже есть курортные комплексы. Но эти населённые пункты мы поснимаем отдельно. Я думаю, что они этого достойны. Многие люди отдыхают здесь, очень любят эти курорты. Вот тут есть античный Крип из Биала. И мы туда потом съездим. Ну что будешь с ней делать? Перед нами открывается панорама Обзор. То есть это населённый пункт, город Обзор. В нём тоже постоянно проживает примерно 2000 человек. Это курортный город. Он, по-моему, более известный, чем Биала. Более продвинутый, так скажем, построены огромные комплексы. Но мы туда съездим отдельно. Посмотрим, как там сейчас готовится к приему туристов. Придорожный обзор. А Обзор уже принадлежит общине и Себр. Вот так выглядят комплексы. Это новые комплексы, построенные в Обзоре. И так до самого Бельга идут... Вот такая идёт застройка, новая совершенно. Здесь какие-то бунгало, на горизонте красные крыши. Но это довольно большой населённый пункт. И здесь очень много туристов. Вот это вот здание дискотеки справа. Но оно закрыто. Но вот как красиво тут обзор написали кустами. Просто вообще зашибись. Красиво. Газончики пострели. Обзор готовится, чувствуется к приему туристов. Тут обычно ещё растут розы. Просто работают. Даже у нас не работают. Магазины на променаде один там есть магазин. По обзору мы ещё сделаем отдельный обзор. А вот здесь вот розы посажены, но они ещё маленькие. Вот на всех газонах здесь розы. Вот это автовокзал-обзор. Ну, в общем, обзор хорошее место. Мне оно вообще-то нравится. И, в общем, город очень ухоженный. Если вы заметили, как даже здесь по обочинам дороги всё посажено, пострижено, вычищено. Это вот Лукуэлл расположился здесь. А здесь написано, что обзорский проход отворен. Мы спускаемся к морю. Перевал позади. И скоро мы будем на солнечном берегу. Полуостров Несебр. Вот это бухта, на которой находится солнечный берег. Мы уже въезжаем на солнечный берег. Спустились горы. Уши заложены, как в самолёте. Вот Несебр. Несебр, так Несебр. Всё, скоро будет один большой Несебр. Вот поворот на Святой Влас. О Святом Власе мы ещё поговорим. А указатель Несебр теперь заменяет указатель солнечного берега. Впервые на солнечном берегу мы были в 2000 году. Мы отдыхали в старом советском отеле. Без кондиционера, телевизора. Там было ничего. Надо же было так случиться, что мы отравились в первый свой заезд. Именно на солнечном берегу. Мы поели мидии. И целую неделю мы, короче, болели. Смотрите, вот такой прекрасный аквапар. Естественно, он сейчас не работает. Он построен тоже не так давно. Как все эти отели. Но большая застройка пошла на другой стороне магистрала. Мы поедем на УМФ, попьём кофейку. И потом поедем дальше уже показывать вам солнечный берег. Всё работает. Я смотрю кафе, магазины, мебельные работают. Но что нужно отметить, что температура воздуха сейчас 19,5 градусов. Напомню, что мы выезжали было 15. Время 13.50. То есть мы ехали 2 часа. Итак, мы находимся на курорте Солнечный берег. Мы едем не по шоссе, а по внутренней дороге этого курорта. Дорога загружена. Отелей везде много. Апатеки, медицинские центры, магазины. Всё работает. Ну, или готовится открыться, так скажем. Нам надо, конечно, ближе проехать к морю. Вот написано «Пошта». Ну, не знаю, камера увидела или нет. Да, вот этот паркинг, который был. Да, вот здесь старый паркинг. Да, то есть вот эта часть, она более-менее старая уже. Всегда для нас ориентиром центра раньше была гостиница Кубани. Это старый центр Солнечного берега. Вот здесь вот слева была полиция, больница или что-то типа того. Вот это тут тебе зуб вытащили. Да, да, здесь, да, точно. После того, как мы отравились, у меня заболел зуб. И вот в этой больнице поликлини. Мне этот зуб просто вырвали. То есть мы по старой части города, в общем, мы проехали. Вот она во всей красе, гостиница Кубань. Да плохо, когда ты не ориентируешься, конечно, на курорте. Тем более этот курорт, он стал похож на большой город. Мы всегда говорим, что Золотые пески – это Петербург. А Солнечный берег теперь стал Москвой. Ну, в общем, куда можно, туда сворачиваем. Так, тут ресторан какой-то, но он, по-моему, не работает. Вот, да, медицинский центр, авиабилеты. Вот здесь можно спокойно стоять, никого сейчас нету. Вот мы в центральной части Солнечного берега. Всё, как было 20 лет назад. Гостиница Кубань. Не очень много деревьев, которые, правда, выросли. Сейчас тут будут посажены цветы. Здесь будет красиво. Обменные пункты, всякие магазины, кафе, рестораны. Здесь такой променад. Вот он так выделен. И вот он даже видно, что он прямо упирается в перспективе к морю. Вот здесь работают магазины. Здесь ведутся работы. Сезон ещё не начался. Но магазины все уже работают. Вот начинается ветерок. Мы приближаемся к морю. Вот бар и ужин. Ресторан. Наш будущий план выступлений в этом ресторане. Лит-клук со всех сторон. Вот такие красавицы. И тут столько пчёл. Боже мой. Они тут сидят. Вон они как трудятся с этими деревьями. О, обалдеть. Давай их поближе. В деревьях здесь целая аллейка. Здесь будет, наверное, мексиканский ресторан. Потому что это сомбреро. А здесь вот эротические клубы. Бар под названием Brexit. Бар-ресторан. Это, наверное, английский. Ну, конечно. Так, ну здесь банк. В центре тут, конечно, очень шумно. Тут данс-клуб под названием, правда, Викинг. Вот мы пришли в зону пляжа. Сезон ещё не начался. Все готовятся. А подписывайтесь на наш канал. Вот та сторона, это святой влас. А вот та сторона этой бухты, это не Себер. Мы были здесь в 2000 году. Мы жили где-то возле вон той точки, которая стоит на горизонте. Но, естественно, не в ней. Море здесь очень мелкое. Но это даже сейчас видно. Сейчас сильные волны. Но видно, что они прямо до дна. Здесь очень мелко. Поэтому море лучше на золотых песках. Здесь совсем мелко. Вот там, где тёмные пятна, это наверняка водоросли. Но зато здесь очень большой широкий пляж. Он позволяет здесь поместить всех. Первый, второй, третий и даже четвёртой линии ещё остались. Перед нами прекрасный вид. Это святой влас. С вытой стороны у нас, конечно же, не Себер. Жельчужина Болгарии. Действительно старинный город. Очень красивый. А вот так выглядит этот город. В Акрею. Некоторые видите, не коляются. Синицы первой линии. Глобусы, Орёл. Ну, там дальше ещё есть. Можно пройти. Посмотреть. С этой стороны, естественно, Кубань. Это старинная гостиница. Вот это близко к нам. Тоже какой-то Санидей или что-то такое. Сейчас посмотрим. Видимо, здесь территория, которая не охраняется спасателями. Ну, сейчас мы немножко прогуляемся по променаду. Здесь не так ветрено. И покажем вам отели первой линии, которые попадутся нам на маршруте. Вот это Найт Клаб. То есть, это не отель. Тут в основном развлечения, конечно, у моря. Всякие прыгалки, скакалки. Вот это, видишь, дорога какая-то. Там наверняка Луна Парк. Сейчас посмотрим. Симпатичный бич-бар в соснах. Можете посидеть вот здесь, гуляя по променаду. Это очень классно, когда есть где посидеть на променаде. А, вот это Луна Парк, между прочим. Уже второе здание здесь на первой линии, но совершенно не подписано. Возможно, здесь даются апартаменты. Вот отель первой линии. Нептун Бич Хотель. Красавец. Вот тут вход. Ну, он на самой-самой первой линии. Посмотрим, сколько он стоит. Да, на каждом углу есть банкоматы, но они пока не работают. Рестораны тоже не все. Вот этот пока даже не подает признаков жизни. И теперь нам отсюда не выйти. Вообще, я вам хочу сказать, что сюда на машине непонятно, как подъехать поближе к берегу. Вообще никак. Кругом заставлено отелями все. Территорию все схвачены. То есть паркингов только служебные или только отельные. В общем, с паркингами, ребята, здесь беда. Надо парковаться только у шоссе. Мы хотели пойти одеться, но теперь придется идти дальше. С погодой нам не повезло, потому что дует очень сильный ветер порывистый. И пляж готовится к сезону. Вот отель первой линии Блу Пэрзу. А вон там Ви Ана. Старенькая Холубка. Тоже типа сдается. Вот этот же отель только в Кирилле. Планета. Не первая линия, но близко. Вот так, ребята. Один отель на другом. Прямо ни проехать, ни пройти. Пять звезд. Пять звезд, да. Не замухры какие-нибудь. Вот Адмирал Плаза еще раз. Здесь просто какой-то хаотический лабиринт из улиц. Вот небольшой аквапорчик. Плаза. А вот этот работает. Стейк Хаус не работает. Отель Кризантема. Четыре звезды. Да, ребята, все перекрыто. Какими-то шлагбаумами. Не пройти, не проехать нигде. Такая красотень. Без названия. Сынский центр внизу. Очень актуально. Вот Лагуна Парк. Вест-вестер. Плаз. Плаз. Ты тут для любителей йоги. А вот сюда приедет Луна Парк. Да, в апреле, ребята, Сани Бич выглядит вот так. Машин очень много, но народа немного. Сейчас мы поедем и попробуем подъехать куда-то поближе. Но это очень трудно сделать на солнечном берегу. Здесь расстояние, как в Москве. Ты идешь, идешь, идешь и никак не можешь добраться. Все перекрыто. Никаких проходов к морю нету между отелями. Здесь очень сложно разобраться. Вот мы здесь поставили машину около этого отеля «Централь». Везде медицинские центры, так что не бойтесь, приезжайте. Медики здесь работают. Мы находимся на солнечном берегу. Отели работают какие-то, но не все. Что поражает на солнечном берегу, это обилие развлечений. Дон Роза закрыта. Оля. О она. И дверь открывается. Заходите, прошу. Вот. Здесь даже супермаркет «Магнит» есть. Я вообще поражаюсь. А вот люди катаются на велико. Вообще, конечно, все отели здесь снять очень сложно. И даже, я бы сказала, невозможно. Сейчас вот здесь вот такой шикарный паркинг. Тут есть синяя зона. Вот так мы и ездим на солнечном берегу. Сплошные тупики. Вот здесь отель «Меридиан». Да, вот такая парковочка платненькая. А может, она сейчас и бесплатненькая. Посмотри. Все перегорожено. По дизайну этот отель похож на тот, который у нас был 20 лет назад. Да, вот этот отель заслуживает, чтобы его снять. Образец советской архитектуры. Вот здесь стоят вот эти образцы советской эпохи. Мы их тоже хотим снять. Надо же, это оазис. Оазис советских времен. Вот этот «Континенталь». Тоже старый отель. Вот здесь поставили кондиционеры. Вот это дюны. Да. Тут уже конец пляжа пока. А вот здесь проход на пляж. Отельный Сабербич. Отельный советской эпохи. Стайка фа-фа-мин. Вольница за реабилитацией. Да, у нас не было ресторана в отеле. Может быть, вот это. Нет, это слишком хорошее. Это один из старых отелей. А вот это вот проход на пляж. И мы туда, наверное, ходили, когда жили здесь. На пляж, на пляж. С этой стороны отель «Поморье». Мы будем выезжать. Мы пытаемся выехать с солнечного берега. И теперь поедем в Святой Влас. Тут недалеко, рядом. А вот в этой части, мне кажется, более грамотная застройка, чем в той центральной. Все-таки здесь какие-то есть проезды. Как-то можно сориентироваться. А, вот, а центральная часть осталась там. Так, вот здесь какой-то голубой отельчик. Как кораблик. Красиво. Как он называется? Не написано. А, так мы прямо в отель приехали. Ура. Мы приехали в отель в треке «Плаза». Мы приехали в старую. Плаза «Плаза». Вот, как, а, хоризонтему мы видели. Да, где-то здесь есть выезд. Могу сказать, что на солнечном берегу ничего особо в лучшую сторону не изменилось. Поскольку в центральной части застройка такая, как она уже сделана. Тут мест больше нет. Все, что можно, уже застроили. Единственное, что, возможно, на той стороне основной дороги, вот там, наверное, где гольф-поле, может быть, там что-то интересное. Мы покидаем солнечный берег и едем в сторону Святого Власа. Что можно сказать? В центре магазинчики некоторые открыты. Отели тоже некоторые работают. Но в основном, конечно, еще здесь царит запустение. Но сезон еще не открыт. Сезон откроется с 1 мая официально. Поэтому я думаю, что к 1 мая здесь... Что ж они за неделю все тут вычистят? Ну, они уже делают очень много чего. С инфраструктурой здесь все в порядке, как всегда. Но нагромождение отелей в центре просто поражает. По краям, кстати, этого курорта, мне кажется, порядка немножко больше. Потому что мы поехали в ту старую застройку курорта, где мы были 20 лет назад. Там эти отельчики, они все расставлены, как они были расставлены. Между ними есть проезды. К каждому отелю можно проехать. Но я хочу сказать, обратите внимание, как плотно застроена даже и правая сторона дороги. То есть мы едем... Эти отели считаются ближе к морю, которые справа, а которые слева. Вот если мы как-то сейчас... Они как бы подальше, но застроено все очень плотно. И следующая дорога... Мы едем не по магистральной дороге, мы едем по внутренней дороге. А еще большое строительство развернулось на том стороне шоссе. И там вообще очень просто все застроено. Поэтому здесь получился из этого курорта Солнечный берег, который был раньше тоже довольно маленьким, уютным курортом, какой-то получился город. Огромный город, похожий на Москву. Здесь, конечно, выручает огромная полоса пляжа. Полоса пляжа здесь 10 километров и шириной 100 метров. Но если вы выбираете более спокойную обстановку, для отдыха и более чистое и глубокое море, то вам, конечно, лучше поехать в другое место. И таких мест в Балгарии очень много. Здесь хорошо веселиться, отдыхать молодежи. Конечно, более старшему возрасту. Надо где-то или на окраинах, или на другой стороне, подальше от моря. Может быть, там можно обрести какой-то покой. Мы уже, наверное, в Святом Лосе подозреваем. Да.